Многочисленные заросли амброзии обнаружили специалисты управления Россельхознадзора в ходе рейда в Назране. Амброзию можно встретить почти на каждом приусадебном участке. Травянистое растение выглядит совсем неприметно и не выделяется среди других сорняков. Однако защититься от такого вредного соседа в своем огороде не так просто. Репортаж Светланы Томовой. Жители улицы Исламская в Назране обратились в Россельхознадзор с просьбой принять меры против владельца земельного участка, на котором прорастает амброзия. По их словам, за последние 15 лет здесь сорняки выросли аж до 3 метров. Действительно, на месте описанная картина подтвердилась. Похоже, что такой тени и траве рада разве что вот эта корова. Ну а жители близлежащих домов при виде камеры и вовсе отказались комментировать. Несмотря на это, представители Россельхознадзора все же предпримут необходимые меры. По данному факту мы сейчас выехали. Действительно, амброзия здесь произрастает. Но по этой жалобе никто, к сожалению, из жителей не вышел. Но по данному факту нарушения требований законодательства Российской Федерации в области карантина растений, мы составим административное дело с приложением фото-видео-материала отправим в прокуратуру Республики Ингушетия для получения разрешения провести внеплановую проверку в отношении администрации города. Найти и обезвредить. Об этом растении специалисты Россельхознадзора говорят, будто об опасном преступнике или заразной болезни. Что недалеко от истины. Соседство с ним не доводит до добра особенно людей, страдающих аллергией. В поисках опасного сорняка инспекторы проверили в Назране улицы Овражная и Бансина и Важа-Пшавелла. Что искали, то и нашли. Амброзия буйно растет даже там, где сами жители, казалось бы, должны ее убрать. Она опасна и старшему поколению, и младшему, и всем поколениям. От этой амброзии идут все нездоровые образ жизни. Дети постоянно болеют, слезятся, голова болит у них. И вот такая атмосфера создается здесь. На улице Важа-Пшавелла такая же ситуация. Амброзия цветет и засоряет окружающую среду. Ведь каждый куст этого растения за сезон выбрасывает до 30 тысяч семян. Этот сорняк неблагоприятно сказывается на здоровье людей. Особенно из-за него страдают дети. Вечером я кашляю, утром тоже, а и насморк, как всегда. И это у меня аллергия на амброзия. И никто не убирает. Ну а жители улицы Овражная больше волнует не отремонтированная дорога, нежели амброзия, которая здесь растет сплошь и рядом. Видимо, такая картина за окном никак не мешает жителям этих улиц. Но так как эта проверка несет профилактический характер и только выявляет очаги амброзии, наказывать никого не стали. Просто взяли себе на заметку. Но каждый должен отдавать себе отчет в том, насколько это растение опасно для здоровья. В августе месяце амброзия полнолистная начинает выбрасывать пыльцу. Вот этот момент мы сейчас охотили. Видим, что она желтеет. Вот эта амброзия является сильнейшим аллергетиком. Потому что содержание в одном кубическом метре 25 зерен этой пыльцы уже вызывает аллергию. Она может выбрасывать до миллиарда частиц амброзии. Вот если ветер подует, она может до 200 километров разносить эту пыльцу. Тут ходят дети. Самые подверженные, которые есть аллергическим этим заболеваниям – это дети. Потому что если получить аллергию от амброзии, она неизлечима. Всю жизнь этот ребенок будет мучиться. Медленно, но уверенно опасные сорняки нарушают покой граждан. Если для одних амброзия всего лишь безобидное растение, то для других – настоящий кошмар. Забитый нос, воспаленные глаза и постоянное чихание. Потому с ней, отмечает представитель Росельхознадзора, необходимо бороться всем вместе, не перекладывая вину друг на друга. Светлана Томова, Хамзат Халухоев. Новости 24.